Капризы и сюрпризы переменчивой уральской погоды, скажем откровенно, не дают нам нормально жить. Состояние атмосферы города с металлургическим производством не дает возможности нормально дышать. Выход из положения, либо перемена места жительства, хотя по справедливости заметим, по совокупности факторов именно Россия является самой холодной страной с самыми критическими разбегами температур. Для нас летом абсолютно нормальное явление – месяц мерзнуть без отопления и месяц париться от жары. Нормальное ли это явление для сердца, органов дыхания и кровеносной системы? Вряд ли. И вот мы с завистью смотрим на тех, у кого стоит кондиционер дома. Кондиционер способный и при минус 10 спокойно обогревать помещение. Когда-то, лет 12 назад, мы с завистью и непониманиями смотрели на пластиковые окна. Теперь пластиковые окна стали нормой жизни. И скоро нормой жизни в каждой квартире станет кондиционер. И вот наступили теплые деньки, и вот мы задумываемся уже о прохладе. Мы открываем любую газету и видим какие-то странно привлекательные цены от сети, допустим. И вот у нас кондиционер стоит уже 7-8 тысяч рублей. А что дальше-то мы с этим кондиционером делать будем? Ну, скажу так, значит, во-первых, кондиционер в нашем простом обувательском смысле, да, это сплит-система. То есть мы привыкли видеть внутренний блок внутри помещения и блок наружный снаружи. 7-8 тысяч на данный момент могут стоить как бы другие кондиционеры. То есть это моноблок так называемый. Раньше их можно было видеть вставленных в окно. Это врезается, вставляется. И, скажем так, для домашнего использования, в принципе, уже сейчас это не актуально. Эта система как бы несовершенна, абсолютно. Поэтому в основном будем говорить о том, что это сплит-система. Внутренний блок и наружный. И цены, конечно, уже на порядок выше. А вот купил человек этот кондиционер, да без разницы. Может ли обычный юзер поставить его? То есть вот он, я думаю, уже и перфоратор взял, и что дальше-то получается? Ну, давайте сразу определимся. Значит, понятие кондиционера мы уже примерно определили, да, бытового, по крайней мере, как бытовой системы, да. Потому что есть еще кондиционеры промышленные, есть те, которые мы в гостиницах видим большие. Мы сейчас про них говорить не будем, потому что это уже часть вентиляционного раздела и так далее. На данный момент мы будем говорить о сплите, о сплит-системе. Есть некоторые заблуждения, вот именно когда человек говорит о кондиционере, вернее думает, да, хочет человек поставить в квартиру и думает, что он будет давать кислород. Это решается совсем другими вещами. То есть это вентиляционная проблема подачи кислорода во внутрь помещения. Кондиционер, он дает холод. Обыкновенный кондиционер. Потому что, ну, я сейчас не хочу вдаваться в подробности. Есть сплит-системы, в которых есть встроенные, как бы, приточные системы. То есть он может давать кислород, но это специально, как говорится, девайс внутри кондиционера и так далее. Есть еще другое заблуждение, значит. Некоторые думают, что им можно греться зимой. Нет, это в каждой инструкции простому, опять же, я говорю, кондиционеру написано, что использование до 0 градусов. Почему? Потому что конденсат, который вытекает из внутреннего блока, он вытекает наружу, он замерзает. И плюс в наружном блоке, значит, есть, ну, скажем так, масло, да, это если вот сравнить с машиной. Значит, бывает масло замерзает. И тогда, что становится с двигателем? Двигатель ломается у машины. То же самое и с кондиционером. Поэтому использование в зимних условиях, кондиционер, если вы хотите, то нужно, опять же, специальное устройство вставлять, чтобы он работал. Что делают вот в серверных и так далее. Туда ставят уже с дополнением. Поэтому мы сейчас говорим об обыкновенных кондиционерах. Значит, он должен давать холод. И он должен обогревать до 0 градусов. То есть, вот, как удачный вопрос обогрева, вот, не в зимний период, а в период, когда у нас идет, вот, в межсезонье. Да, когда в межсезонье, когда отключили отопление, вот, и в комнатах холодно становится. Это вот самый удачный. И по энергоемкости, потому что он очень мало потребляет кондиционер. Ну, обыкновенный на 20 квадратов помещение, да, кондиционер, который дает 2 киловатта по холоду, он потребляет 0,7. При максимальной нагрузке он потребляет 0,7 киловатт по, значит, электроэнергии. Для сравнения, 2 киловатта это у нас чайник. Дивная все-таки штука – бесплатная печатная продукция. Она, как лохотрон, призывает за копейки покупать товар. Купленный продавцом в гигантских количествах и не всегда у хорошего производителя. Некоторые товары такого качества вообще опасно приобретать, так как не имея навыков настройки и спецприспособлений, кондиционер грамотно установить невозможно. Ну, кондиционер – это система, которая продлевает нам жизнь. То есть это на самом деле. Если раньше относились к кондиционерам как к какой-то элитной технике, да, и, в общем-то, при ремонте квартир, там, по благоустройству, это было последнее, что человек покупал себе домой, да, потому что надо был холодильник, там, телевизор, то есть все. И потом уже ставили кондиционер. Сейчас многие стали понимать, что жара очень плохо влияет на организм, перегрев организма очень усложняет жизнь всем органам человеческим, поэтому нужно поддерживать микроклимат. Но, опять же, бытует мнение, что «Ой, нет, кондиционер не буду ставить, потому что мы простываем». Мы простываем от кондиционера, потому что мы не умеем пользоваться. Есть инструкция, есть пульт, надо внимательно разговаривать, обязательно пообщаться с специалистом. То есть у нас довольно много, как бы, хороших фирм, вот, хотя есть и, как бы, другие, вот. Надо ставить кондиционер. Вот, опять возвращаясь к тому, что, значит, это не просто бытовой прибор, который можно купить, воткнуть в резетку, и он будет работать. Его нужно правильно смонтировать. Этим занимаются специалисты. Каждый должен понять, что это должны делать специалисты, потому что там очень-очень много нюансов. Люди, которые ставят, они специально обучаются. Приезжают московские поставщики, делают семинары, вот как у нас, например, все монтажники обучались. Приезжают, делают семинары, мы задаем вопросы, мы постоянно общаемся с поставщиками. Мы держим на контроле вопрос монтажа. Если кондиционер будет неправильно установлен, из него, как минимум, улетит фрион, и опять то же самое будет, что и с двигателем автомобиля, у которого утекло масло. Все. Сломается, и монтаж-демонтаж – это дополнительные деньги. Где-то порядка 3, 4, 5, 6, 7 и дальше тысяч. То есть, если человек сэкономил на монтаже где-то, то он обязательно, это однозначно, он обязательно потеряет потом при ремонте, при переустановке, вызов специалистов и так далее. Конечно, кондиционер – это по сути холодильник, ничего в нем сложного нет. Хотя, если это еще и система озонирования и увлажнения воздуха с фильтром приточного, это уже шедевр. Конечно, как любой бытовой прибор, он также подвержен воздействию пыли и температурным колебаниям. И, конечно, у каждого дома должна быть стремянка и наличие альпинистского снаряжения и навыков для ухода за внешней частью кондиционера. В идеале нужен подъемник. Че, что-то не то сморозил? Естественно и очевидно, такое оборудование должно быть и есть у профессионалов, серьезно занимающихся работой по установке и обслуживанию кондиционеров. Вот мы вышли, в общем-то, на улицу города Магнитогорска, приехали мы недавно из Анталии. Там, конечно, другая погода, и зимой там отапливается с помощью кондиционеров, потому что редкий день и температура ниже 15 градусов. Но, кроме всего прочего, чем Магнитогорск отличается от Анталии? Тем, что там в диаметре 300 километров нет никаких промышленных производств, то есть и пыли нет. Что мы видим, когда открываем наш кондиционер, который поработал, внешняя его часть на улице в течение года. Дело в том, что, говоря про пыль и все остальное, вот мы до этого говорили, да, основная функция кондиционера, конечно, охлаждать. Вот, но, значит, сейчас все больше и больше людей понимают и знают о том, что он еще и фильтрует. Там, в зависимости от системы, как говорится, от навороченности от нее, но обязательно три системы фильтрации в любом кондиционере нынешних поколений, да, существуют. То есть для нашего города это просто актуальнейшая вещь. Закрыл окна, включил кондиционер, и мало того, что можно даже ставить не на охлаждение, а просто на вентиляцию, есть там такой режим, он будет чистить внутренний воздух и даже очищать от бактерий, микробов, что вот для людей-аллергиков, да и просто для нормального человека очень полезно. Вот, значит, опять же, если возвращаться к теме, просто ли это бытовая система, которую можно воткнуть в резетку, да, или нет, конечно же нет. Обязательно должен присутствовать нормальный монтаж. Иначе система работать не будет, иначе вы в итоге выкинули деньги на ветер. Почему? Потому что очень-очень много нюансов, начиная от того, значит, как подведены медные трубы, как они запаяны, и кончая тем, как он правильно по электрике подключен. И все это делает обязательно специалист. И самое главное, да, вот здесь нужно понять, тот, кто вам продал, тот должен им монтировать. Тогда идет полная гарантия, вот, по крайней мере, мы даем три года гарантии на свои кондиционеры, которые мы продаем, и на монтаж, то есть это все в комплексе. А бывает так, что подчас человек купил, где это кондиционер, кондиционер, попросил кого-то поставить. Это разные организации, там люди, а потом бегает и пытается получить гарантию с тех, кто продал, или с тех, кто монтаж. И они кивают, Иван кивает на Петра, Петр кивает на Ивана, в итоге он приходит к нам, к сожалению, такое бывает, приходит к нам, и мы делаем все с самого начала, если кондиционер не испортен, что тоже очень бывает, очень часто бывает. А насчет сервиса, вот про эту тему мы забыли, почему я сравнил Магнитогорск с Анталией, да, мы здесь вынуждены жить в этом городе, не в самом плохом городе, кстати, и зарабатывать деньги, но вот пыль и все остальное, периодичность обслуживания, и опять же, возвращаясь к вам, вы установили, вы его и обслуживаете. Сервис, конечно, обязательен для систем кондиционирования, почему? Потому что, да, загрязненность есть, надо обязательно раз в год хотя бы заглянуть во внутренний блок, чистить, в наружный блок я имею в виду, внутренний блок, человек может его один, так называемый, человек может делать сам, достать фильтры, все это мы показываем, как делать, мы обучаем, нам не надо брать с человека лишние деньги за свой выезд, но раз в год тоже надо заглянуть и во внутренний блок, и проверить, а сколько там фреона, что очень немаловажно, если будет мало фреона, значит он будет, кондиционер неправильно будет работать, в итоге это приводит к его поломке. Не скрою, особенно приятно поглядеть на то, как грамотно и быстро монтируется система кондиционирования, особенно приятно, когда это происходит в собственной квартире, под радостные повизгивания родных и довольное мурлыкание, обожающих прохладу котов. Особенно радует, что специалисты фирмы Comfort City M умеют это делать без пыли и мусора. Откуда такие навыки? Крайне сложно перечислить количество объектов в городе и количество установленных кондиционеров, и пока вы наблюдаете в виде отчет объектов оборудованных, объектов не самых простых, ибо в иных случаях и дабы не нарушать архитектурную составляющую зданий, тянуть приходилось десятки метров трубопроводов, заливать дополнительно кубометры хладагентов. А теперь поговорим о целесообразности грамотного подхода в выборе фирмы-поставщика. Техника должна быть проверена временем, иметь запасные части и комплектующие, и звучать солидным именем. И представители фирмы-производителя такой техники приехали в город Магнитогорск честовать чемпиона Уральского региона.